Властелины энергии Именно осознанность позволила человеку подняться над животными и растениями, и в то время как те живут в бессознательном сновидении, использовать их для своих нужд. Для этого потребовалось создать структуры, которые определяли где и каким образом порабощенные должны существовать. Какими бы ни были цели животных и растений, а таковые несомненно имеются, упорядоченность структуры свела их на нет. С точки зрения человека цель жизни его братьев меньших может сводиться к примитивным потребностям в еде и размножении. Однако если данное высшее существо действительно так считает, то это свидетельствует скорее о примитивном уровне именно его, якобы совершенного разума. На самом деле, своя цель имеется у всякого живого существа. Но почему это так? Зачем? Потому что процесс достижения цели является двигателем эволюции. К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем. А сейчас пока констатируем факт. Истинная цель живого существа, какой бы она ни была, может быть достигнута только в естественной среде его обитания. Любая же структура подчиняет цель своего элемента исключительно своим интересам. Развитие прирученных или упорядоченных животных и растений идет в том направлении, которое определяет для них человек. В результате элементы структуры засыпают еще крепче и окончательно теряют представление о своих истинных целях. Жизнь диких животных и растений намного богаче и осмысленней. Взять, например, стадо диких оленей. Забот хоть отбавляй. Здесь и проблемы защиты от хищников, и вопросы воспитания потомства, поиска пропитания, семейных отношений, иерархии, игры в том числе, да и просто наслаждения жизнью. Жизнь стада коров в структуре фермы куда беднее. Человек снял с животных целый ряд проблем, обеспечив кровом и пропитанием. Но взамен на все это им пришлось отдать хозяину свои цели. Теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить. Не правда ли, похоже на то, как для человека было бы продать душу дьяволу? Ну а что же сам человек? Реальность такова, что, создавая структуры, он сам становится их рабом. Человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. Вся его деятельность сводится в конечном итоге к производству, продаже и покупке различных товаров. Во главе всякой структуры стоит маятник, подобно надстройке. Сами товары маятникам не интересны, однако структуры развиваются очень активно. Почему бы это? Дело в том, что основным товаром является энергия. Человек покупает вещи для своего удовольствия и комфорта, не так ли? Наряду с приятными существуют также вещи, предназначенные для того, чтобы доставлять неприятности другим. И в том, и в другом случае выделяется энергия, позитивная или негативная. Вот это и нужно маятникам. Как видите, производство и товарооборот, собственно материальных объектов, это еще далеко не все. Продается и покупается прежде всего энергия. И весь этот энергетический рынок контролируется маятниками. Малая доля достается человеку, а большая часть этим магнатам. Кому сено, кому молоко. На рынке энергии даже проводятся операции, подобно финансовым. Например, алкоголь. Это энергия в чистом виде. Принимая его, вы берете энергию в кредит. Алкогольная эйфория – это получение суды, а похмельный синдром – возврат с процентами. Возвращать всегда приходится больше. Маятники никогда не дают энергию безвозмездно. Слабоалкогольные напитки вызывают расслабление. Маятник сосет энергию понемногу. Крепкие напитки, напротив, вызывают прилив энергии. Пейся, водка. Лейся, песня. Однако маятник сужает эту энергию под большие проценты. Вскоре уже начинается уклон в другую сторону. Лейся, водка. Пейся, песня. После высокой эйфории следует нижайший спад. Чем сильнее возбуждение, тем ощутимее последующая подавленность. Похмелье наступает главным образом не за счет физиологического удара по органам, а за счет того, что маятник в это время усиленно выкачивает свободную энергию человека. Человек вынужден либо страдать, либо принимать в себя снова. Маятник может опять судить его энергией. Ему спешить некуда. Расплата наступит неотвратимо, рано или поздно. Это от бармена можно убежать, не расплатившись. От маятника не уйдешь. И чем дальше зашел человек в своей задолженности, тем более жестокая его ожидает расплата. В таком состоянии свободная энергия должника находится в полном распоряжении маятника. Человек ощущает совершенно буквально, как будто кто-то вцепился клешнями в его энергетическое тело в районе сердечной чакры. Маятник ставит условия. Либо надо принять еще, либо пытка будет продолжена. Поскольку воля человека — это, собственно, его свободная энергия, постольку он и становится таким слабым и безвольным. Это является главной причиной алкоголизма. Если человек принимает еще, ему опять сужается часть энергии. Но за этим неизбежно следует все более тяжкая расплата. Может остановиться сердце, как оно часто и бывает. Маятник оставит человека в покое, только когда с него больше нечего взять. И если тот выживет, его счастье. Самый первый кредит всегда самый щедрый и праздничный, как презентация. Как известно, первый в жизни бокал вина действует весьма впечатляюще. Но впоследствии с каждым разом ощущения не то чтобы притупляются, но становятся все менее приятными. Маятники раскошеливаются только за тем, чтобы привлечь в свои сети. Расплата же всегда ведется жестко и безо всяких поблажек. Поэтому если берешь такого рода кредит, нужно поддерживать осознанность на особо высоком уровне и отдавать себе отчет в своей платежеспособности. Спившиеся бомжи — это вовсе не опустившиеся люди, как принято считать. Эти несчастные просто не сумели рассчитать свои силы и вовремя расплатиться за кредит. Поэтому и по сей день ходят в долгах. Суда берется снова и снова. И с каждым разом расплата все тяжелее. А начиналось все так радостно — за праздничным столом. Процесс падения набирает обороты незаметно, но неотвратимо. И затем перерастает в лавинообразный. Природа индуцированного перехода очень коварна. И каждый может быть затянут в его воронку. Вообще, все, что связано с интенсивными, то есть энергоемкими переживаниями, относятся к вредным пристрастиям. И все это — кредиты маятников. Почему вредным? Потому что маятники по своей природе агрессивны и склонны к увеличению энергии конфликта. Все то, что привлекательно, но вредно, для человека рано или поздно плохо кончается. Чем больше вреда, тем больше выделяется негативной энергии. Позитивная энергия никогда не выделяется в таких больших количествах. Наибольшие надои энергии снимаются с тех, кто употребляет наркотики. Кратковременная эйфория — ничто по сравнению с последующей депрессией. Ну а если очередная доза вовремя не поспевает, ужасающая ломка выкачивает из несчастного всю энергию до последней капли. Существуют и другие виды кредитов с более низкими процентами. Это прежде всего табак, кофе, чай, безалкогольные напитки, жевательная резинка. Кто-то может не выдержать, помилуйте, но а жвачка-то здесь при чем? Как я уже говорил, при удовлетворении любой материальной, а также духовной потребности, выделяется энергия. Энергия удовольствия, комфорта или чего-то еще, не важно. В любом случае, хочешь — накапливаешь энергию. Получаешь желаемое — излучаешь ее. В процессе жевания человек получает определенное ощущение комфорта, имеющего, кстати, очень древние корни. Природа этого комфорта вполне очевидна. Когда ты ешь, все в порядке, а вот когда едят тебя — дело дрянь. В конечном итоге, для любого пристрастия, если человек становится постоянным клиентом, он попадает в стадо. Загон не нужен. Клиент и так никуда не денется, пока его внимание находится в петле захвата у маятника. Когда человек думает о предмете своего пристрастия, он излучает энергию на резонансной частоте маятника. Все мысли задолжавших дебиторов, например, направлены исключительно и только на получение очередной порции энергии — ссуды. Ни о чем другом они думать не в состоянии, потому что маятник не отпускает их внимания. Такой захват возможен благодаря определенному свойству человеческой психики. Внимание может зациклиться на чем-то одном. Оно подобно стрелке флюгера, если маятник гонит ветер в одну и ту же сторону. Захват стрелки внимания можно наблюдать на таком простом примере, когда не удается избавиться от навязчивой мелодии в мыслях. Не надо полагать, что зависимость развивается только в силу физиологических факторов. Они тоже имеются, но играют далеко не главную роль. Например, когда самые отъявленные курильщики отправляются в поход на подводной лодке, они там нисколько не тяготятся отсутствием возможности покурить. Как только люк задраен и дана команда на погружение, мысли о курении пропадают напрочь, поскольку объективно всякая возможность покурить отсутствует. Вот. Курильщик с этой объективной необходимостью полностью смирился и просто даже не думает об этом. Флюгер его внимания повернулся в другую сторону. Куда девалась физиологическая зависимость. Но вот лодка возвращается из похода, и если у курильщика не было намерения бросить, он вспоминает, что неплохо бы и покурить, и назойливый кредитор тут же ловит стрелку внимания в свою петлю. Захват стрелки внимания подтверждается еще и таким явлением, как игровая или интернет-аддикция, зависимость. Существует большая группа людей, которые зашли уже так далеко, что чувствуют себя в своей тарелке только перед экраном компьютера. Стоит впавшему в такую зависимость оторваться от экрана хотя бы на несколько часов, как у него начинается ремиссия со всеми признаками ломки. Возникают головные, мышечные боли и нестерпимое чувство дискомфорта. Но как только клиент возвращается к экрану, все симптомы сразу же пропадают. Очевидно, никакой физиологической потребности здесь не существует. Во всех случаях зависимость возникает главным образом из-за того, что стрелка внимания попадает в петлю захвата маятника. Для того, чтобы слезть с иглы, необходимо переключить внимание, занять его чем-нибудь другим. Освободиться из петли захвата усилием воли вряд ли возможно. Точно так же от навязчивой мелодии можно избавиться только переключившись на другую. Вредное пристрастие, как правило, сопровождается определенным сценарием и набором декораций. Все это создает характерную обстановку, как, например, перекур во время работы, что способствует захвату внимания. Расплатиться по всем долгам и уйти из этого порочного банка можно только одним способом – изменить сценарий и декорации. Сделать это несложно, требуется только желание и немного фантазии. В любом случае, даже не имея судной задолженности, но используя продукты цивилизации, человек помимо своей воли отдает часть своей энергии маятникам. Людей в буквальном смысле пасут, если не сказать «выращивают». Вся жизнь цивилизованного общества представляет собой непрерывный процесс потребления и отдачи энергии. И весь этот энергообмен контролируется маятниками. Но сбор энергии из людей сам по себе еще не так страшен. Главная опасность структуры состоит в том, что она сводит на нет индивидуальные пути своих элементов. Член структуры утрачивает даже само понятие о существовании своей стези. Человек начинает не только выполнять то, что велит структура, но даже и хотеть именно то, что ей выгодно. И не надо обольщаться тем, что человек — существо разумное, а потому не допустит своего порабощения. Как уже было показано, степень осознания у человека находится на низком уровне, а структура медленно, но верно ведет к дальнейшему снижению последних остатков осознанности. Для полной победы структуры ей необходимо объединить все элементы в единое информационное пространство, что сейчас и делается стремительно и успешно. Возможно, человеку осталось доложить совсем немного кирпичей в стену, чтобы замуровать себя окончательно. Что же делать? Ведь получается, если ты потребляешь продукты цивилизации, значит, тебя пасут. Можно уже без кавычек. Бывали случаи, люди пытались бежать от цивилизации и селиться общинами на природе. Не берусь судить, насколько их попытки были успешны. Все равно полностью отказаться от цивилизации современный человек не может, не приспособлен. Однако имеет смысл сводить все вредные продукты к минимуму и заменять их естественными дарами природы. Например, основать родовое поместье со своим садом и огородом. Главное преимущество такого оазиса живой природы в пустыне цивилизации в том, что нормы и стандарты там устанавливает хозяин, а не структура. И вовсе не обязательно копаться в грядках тем, кому это не по душе. У каждого должна быть возможность устанавливать законы своего бытия самостоятельно. Захочу – все заасфальтирую, а захочу – разведу буйство природы во всем ее диком безобразии. Другой путь для горожанина может заключаться в переходе на питание исключительно натуральными продуктами. Но и для этого необходимо прежде всего проснуться и осознать, что красивое яблоко, вращенное в структуре и купленное в супермаркете, по своим свойствам годится лишь для полноценного элемента этой структуры, с полным набором болезней, вытекающих из такого питания. В общем, путей имеется множество, и каждый выбирает для себя свой. Для меня примером всегда будет служить один одичавший кот, с которым я имел честь познакомиться. Мы с приятелями любили выбраться в лес на вкусный костер, чтобы отдохнуть от благ цивилизации. Однажды, привлеченный интересными запахами, к нашему лагерю подобрался здоровенный котяра. По всей видимости, когда-то он был домашним, но потом, в силу каких-то причин, оказался в лесу и одичал. Судя по размерам, этот лохматый обормот весьма успешно промышлял птичками и мышками. Хотя такой котище вполне мог и кролика завалить. От угощения он не отказался, однако без лишних церемоний, хвать и бежать. С тех пор мы еще не раз встречали кота в лесу. Угощаться усатый любил, но фамильярничать с собой не дозволял. Поистине, кот был настоящим транссерфером. Он познал вкус реальной свободы, и хотя еще иногда не отказывался соприкасаться с цивилизацией, свою независимость уже не променял бы ни на какие блага. Предметами цивилизации все-таки можно пользоваться, не входя в зависимость. Свободную личность из стада выделяет осознанность. Нужно лишь проснуться и отдать себе отчет, что вокруг происходит. Вот и мне удалось узнать обо всем этом, а затем рассказать вам только потому, что вообще-то это секрет. Но вам, дорогой читатель, скажу. Я одичал. Я сбежал с фермы.